И пускай Элвис Пресли был известен своей преданностью тем, кого любил, на самом деле у него был вспыльчивый характер, и он почти не терпел тех, кто ему не нравился. Вот некоторые знаменитости, которых Элвис терпеть не мог. Карьеры Элвиса Пресли и Джона Леннона развивались схожим образом, поскольку оба примерно в одно и то же время были двумя самыми известными личностями, как в музыке, так и в поп-культуре в целом. Кроме того, оба они прославились во время войны во Вьетнаме. Сказать, что война вызвала разногласия, значит, что ничего не сказать. Отношение к войне выходило за рамки широко разрекламированных общественных выступлений и всего музыкального жанра, выступающего против неё. Общественные деятели тоже незамедлительно поддержали обе стороны дискуссии. Такие знаменитости, как Джейн Фонда и Мохаммед Али, публично выступали против войны, в то время как другие, такие как Джон Уэйн, поддерживали её. Леннон был стойким противником войны во Вьетнаме и не скрывал этого. Пресли, однако, как сообщает Экспресс, поддерживал войну и был большим поклонником тогдашнего президента Линдона Джонсона, которого Леннон ненавидел за то, что он всё поставил на войну. Когда двое мужчин в 1965 году наконец встретились, тут же вспыхнули их противоречивые взгляды на войну во Вьетнаме. По словам автора Криса Хатчинсона, не успели Битлз войти в дом Элвиса, как между ними образовалось видимое напряжение. Хатчинс занимался организацией встречи и позже написал о ней в книге Элвис и Леннон, нераскрытая история их непримиримой вражды. Он сказал Daily Mail, «Не любовь Элвиса к пацифисту Леннону зародилась в ту ночь, когда я привёл ливерпульскую четвёрку к нему домой на их первую и последнюю встречу» Почему же это произошло? Что ж, по словам пресс-атташе Битлз Тони Бэрроу, всё не заладилось с самого начала. Бэрроу сказал Guardian, Джон спросил, что случилось со старым рок-н-роллом Элвиса, который на тот момент пел в основном саундтреке к своим фильмам. И пускай он сказал это в полушутливом тоне, он на самом деле не шутил. Напряжение в конечном итоге было снято старомодным джем-сэшеном, но обиды, видимо, остались. Бэрроу сообщил Guardian, Джон сказал, что это было так же захватывающе, как и встреча с Энгельбердом Хампердингом. А что до остальных Битлз, они тоже не были поражены. Элвис не хотел просто болтать о Джоне Ленноне, о позиции Битлз против войны во Вьетнаме и о личном пренебрежении, которое он перенёс в своём собственном доме. Он хотел, чтобы Леннон ушёл, чтобы его не было ни в США, ни за их пределами. Более того, чтобы добиться этого, он даже пошёл к самому президенту Соединённых Штатов. Это объяснялось тем, что Пресли не был единственным, кто хотел заставить Леннона замолчать. Правительство США тоже не было в восторге от антивоенных настроений Леннона. Поэтому, когда 21 декабря 1970 года Элвис встретился с президентом Ричардом Никсоном, он нашёл восприимчивую аудиторию, когда попытался убедить президента найти способ избавиться от Леннона и Битлз. Согласно официальным записям встречи в Белом доме из личного дела президента, Пресли указал, что Битлз были реальной силой антиамериканского духа. Он сказал, что Битлз приехали в эту страну, заработали свои деньги, а затем вернулись в Англию, где занимались продвижением антиамериканской темы. Президент согласно кивнул. И Элвис не прекратил вести лоббистскую деятельность по избавлению от Леннона. В 1971 году, во время экскурсии по офисам ФБР, король рок-н-ролла встретился с тогдашним директором Джоном Эдгардом Гувером. Согласно правительственным отчетам, он выразил мнение, что Битлз своей неопрятностью и музыкой, намекающей на непристойное, заложили основу для многих проблем, которые возникают с молодыми людьми. Желание Элвиса исполнилось, поскольку ФБР действительно преследовало Леннона. Оно потратило годы на попытки его депортации, а затем убедилось, что своей активностью он не нанес ущерб политическим целям правого крыла. На первый взгляд, Элвис и певец Роберт Гуле были довольно разными. Первый был пионером скандального рок-н-ролла, который расширял границы, а второй – безобидным певцом, исполняющим баллады, чье присутствие на шоу Лоуренса Велка не было неожиданным. Легенда гласит, что вспыльчивый Элвис не выдержал, увидев Гуле по телевизору, и однажды выстрелил в один из своих телевизоров, когда увидел выступление певца. Но пускай очевидно, что Элвис выступил в телевизор во время выступления Гуле, слухи о предполагаемой ссоре между ними, возможно, были преувеличены. По словам автора Лизы Роджерс, Гуле позже назвал Пресли личным другом. А что насчет выстрела в телевизор во время выступления Гуле? Сообщается, что Пресли делал это со множеством телевизоров, и это было связано не столько с самим Гуле, сколько со вспыльчивостью короля рок-н-ролла и его ревностью ко всем другим исполнителям. Было известно, что он также стрелял в телевизор, когда появлялись и другие популярные певцы, такие как Мел Тормей или Фрэнк Синатра. На самом деле, согласно Vintage News, помощники Элвиса держали под рукой множество запасных телевизоров на тот случай, если их начальник выстрелит в один из них. Это как-то странно. К середине 50-х рок-н-ролл становился всё более популярным, и такие пионеры, как Элвис, Билл Хейли и Чак Берри, несли новую форму музыки в массы, а подростки поглощали её. Это представляло некоторую проблему для музыкантов Старой Гвардии, таких как Бинг Кросби, Перри Комо и т.д. Их карьеры оказались под угрозой, и высказывались опасения по поводу того, какое влияние новая музыкальная форма оказывает на нравственность американской молодежи. А Фрэнк Синатра, в свою очередь, называл рок-н-ролл мусором. Согласно Express, в 1957 году он сказал о рок-н-ролле, «У молодых людей он вызывает почти полностью отрицательные и деструктивные реакции. Он пахнет подделкой и ложью. Его поют, играют и пишут, по большей части одни кретины» Элвис не собирался мириться с тем, что Синатра назвал его кретином. На пресс-конференции Элвис ответил, «Он имеет право на своё мнение, но я не могу представить, что он резко критиковал рок-н-ролл без уважительной причины. Я восхищаюсь им как исполнительным и актёром, но я думаю, что он сильно ошибается в этом. Если я правильно помню, он тоже был частью тренда. Я не понимаю, как он может называть сегодняшнюю молодёжь аморальной и преступной. Эти двое, кажется, в конце концов зарыли топор войны, по крайней мере, на профессиональном уровне. В 1960 году, после того, как Элвис завершил службу в армии США, Синатра был ведущим спецвыпуска Добро пожаловать домой, Элвис. Хотя неизвестно, стрелял кто-то в телевизор во время этого или нет. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых звёзд прошлых лет, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова